приветствую вас на первом циничном канале сейчас попробую ответить на вопрос подписчика может быть уже и было такое видео может быть просто камрад его не нашел может быть в каком-то видео это была часть но тем не менее вопрос интересный сейчас он будет очень актуальный в рамках тех событий которые происходят давайте зачитаем пересмотрел все ролики не нашел ролик на тему что делать если новый гос супруг бывший требует отказаться от ребенка в пользу его было бы интересно послушать мнение думаю смешной сюжет получился бы смешной не смешной но действительно веселый почему собственно я сказал что сейчас это может быть актуально смотрите почему такое вообще может происходить почему пытаются вашего ребенка установить а это между прочим снимает с вас алименты об этом сейчас юридической составляющей поговорим дело в том что здесь одно из двух либо ваша бывшая гос супруга находит этого оленя ресурсный значительно ресурсный и боится что он тоже соскочит как вы соскочили если он усыновляет и соскакивает алименты уже будет платить он с вас они снимаются по факту усыновления либо он скажем так у него хорошо шея под хомут приделана то есть он не побежит за бугор потому что может быть ресурсность одинаковая что у вас что у него но у него там условно нет загранпаспорта и при слове заграница у него там поджилки начинают трястись и так далее а вы неуловимый джо вас попробуй поймать вот то есть он либо ресурсный либо послушный поэтому может вот такая идея возникнуть так вот что делать это действительно ситуация довольно таки веселую то есть для вас это знаете что это поклевка вот если он это предлагает это начало поклевки знаете бывает вот когда верхоплавка клюет она резко клюет а вот если поклевка такая плавно идет это крупная рыба вот тут надо поймать золотую середину сразу дернешь она не заглотала наживку долго будет ждать она накололась крючком и выплюнула поэтому вот какое-то время чутье рыбацкое подождать чтобы она заглотила и тогда подсекаешь надо все-таки дать чтобы наживка заглоталась так вот друзья если появился олень который говорит я хочу там усыновить детей все там все вот чтоб по полной программе считайте что вы вытянули лотерейный билетик давайте сначала о юридических последствиях поговорим и о рисках какие вы плюсы какие минусы получаете юридические последствия все с вас снимаются алименты вот все нормально это через лишение родительских прав то есть вы подписываете бумагу что не против усыновления а он пишет что хочет усыновить и в общем то все вот алименты вы больше не платите даже если олень потом соскакивает алименты платит уже он все к вам они уже никоим образом не вернуться и более того если он потом передумает то он даже отцовство не может оспорить то есть вы условно говоря даже уплачивая алименты можете например оспорить отцовство там что-то заподозрил потребовал экспертизу и так далее он не может этого сделать вообще ни при каких условиях потому что он знал что как бы не его ребенок так вот какие у вас риски возникают риски друзья риск только один на самом деле вы пишете эту бумагу что не против усыновления там все не нужны эти родительские права и так далее а он не усыновляет и вас на основании этой бумаги теоретически могут лишить родительских прав но алименты вы как платили так и будете платить все эти родительские права что они вам дадут ну лишение вы не можете наследовать за детьми они за вами могут ну если вы их почему-то пережили то вы не можете наследовать они могут и вы не можете потребовать с них алименты после 18 лет то есть вы будете платить но когда ребенок достигнет совершеннолетия Вы не сможете на него на алименты подать Вот это главным образом и есть последствия То есть с вас снимаются все права По отношению к детям И оставляются все обязанности Да, в воспитании вы участвовать тоже не можете То есть вы уже не можете определять время общения Все, капец, лишен так лишен родительских прав Поэтому что я советовал бы делать Чтобы вот в такой просаг не попасть Не хамите этому оленю В принципе у вас уже идет хорошая поклевка Не хамите, не грубите В то же время не заискивайте Чтобы он не понял, что что-то странно Как-то больно вокруг него начали хороводы водить Конечно, конечно, давай Он тоже может как ишак упереться Его толкаешь, он в обратную сторону будет тянуть Вам нужно, знаете, олени что любят? Они любят, чтобы Они подсознательно понимают, что они люди, мягко говоря, несерьезные Какую-то тетку нашел там с детьми Они любят, чтобы их серьезными людьми считали Поэтому их хорошо очень разводят на манипуляцию Ты настоящий мужик или не настоящий мужик Они на это клюют Поэтому, что вы делаете? Вы говорите, олень Олень Вот, ну не олень, конечно Там, Вася, Леша Я вижу человека серьезные Вот, в принципе, вдумчивый Ответственный Всю вот эту вот пургу, которую им загоняют На которую их ловят Используйте Ответственный Вот просто то, что ты говоришь Ну, конечно, с женщиной жить И как бы дети не свои Я все понимаю Все, у вас семья Вот Я что, я туда-сюда буду ходить? Ответственный ты, настоящий ты мужик Вот Ну, давай просто обсудим С тобой сядем Я вижу, что с тобой можно любой вопрос обсуждать Вот Ты не какой-то там дерганный Давай просто поговорим, как мужчина с мужчиной Вот Допустим, ну, олень зацвел Понятно все Он как цветочек расцвел Все Вы садитесь Что ему говорите Что олень В смысле Вася Такое дело Я человек Вот, ну, блин Меня жизнь била Я много горя видел Вот Меня люди кидали постоянно Вот не могу Вот ты мужик настоящий Я нет Вот Не доверяю людям Вот так меня изломала судьба Наверное, из-за этого моя бывшая со мной развелась И она права Все Я бы на ее месте с таким жить не стал Нет Вот Дело такое Я должен какую-то бумагу получить Потому что вот ты можешь меня кинуть То есть, грубо говоря, сейчас я лишусь родительских прав В общем-то, не смогу на детей на алименты подавать потом При достижении совершеннолетия А с меня алименты будут идти Поэтому давай сделаем так Вася Ты сейчас пишешь мне долговую расписку Сейчас по сумме скажу Пишешь долговую расписку Все, проводим усыновление детей Мы ее рвем вместе При тебе я ее разорву Вот Но если ты меня обманешь То я буду с тебя в долг взыскивать То есть, сейчас ты пишешь, что там Ну, взял у меня в долг деньги Вот, под расписку Все нормально Теперь по сумме расписки, друзья Я бы не советовал вам высчитывать Сколько Насколько он вас может кинуть Условно, вы сейчас насчитаете Что если он вас кинет Вы заплатите алиментов там 3-4 миллиона По минималке за 18 лет Вот И ему сказать 3-4 миллиона От 3-4 миллионов У него может рябь в глазах пойти В ушах звон пойдет Вот И он просто взбрыкнет Нет Никаких 3-4 миллионов Друзья, просите где-то полмульта То есть, это сумма для него Более-менее Ну, которую он может оперировать Вот Чтобы он написал Что взял у вас в долг полмульта Смотрите Если он вас кинет И вы начнете с него взыскивать Ну, полмульта Это сумма примерно Ну, что это? Ну, это где-то алименты за год Да, будут А, нет Подождите За какой год? Нет За 10 лет примерно Вот То есть, это не покроет вам все алименты Ну, минимум Нет За 10 не будет Лет за 7, наверное За 6 Вот так вот Вот То есть Ну, если у вас, конечно, не огромная белая зарплата Вот здесь вы будете в риске Если у вас зарплата там полмульта У самого белая Тогда, конечно, блин Тогда придется сумму намного больше озвучивать Но если у вас зарплата средняя по стране То полмульта озвучивайте нормально Вот То есть, грубо говоря Чтобы взыскать с вас полную сумму алиментов Это за вами надо бегать 18 лет Вот Вы можете в другую страну уехать Ваши алименты Это все-таки сомнительная задолженность Вы можете их выплатить, а можете и не выплатить А вот проблему на полмульта Вы организовать можете сразу Поэтому Полмульта достаточно Если он согласен расписку написать И, опять же, если он брыкается Ни на каком этапе с ним это самое Не конфликтуйте В принципе, переговоры прекратить в любой момент вы можете Поэтому зачем конфликтовать Зачем его там унижать каким-то образом Он уже опустился ниже плинтуса Вот Вы всегда говорите, что Слушай, ну пойми меня Ну блин, меня вот за последние два года кинули три раза там по полмульта Ну что мне четвертый раз Вот ты бы на моем месте стал бы Четвертый раз или нет Так вот Если он эту расписку пишет Все, друзья Можете подписывать бумаги Вот Ну кинет так кинет Я говорю, что ваши алименты это сомнительная задолженность А у него сходу можно взыскать эту задолженность Кинет так кинет Но скорее всего не кинет Потому что одно дело кинуть просто так А другое дело кидать Понимая, что перспективы твои где-то там Ну навариться на этом А это И не ты же наваришься Ну то, что вы не сможете взыскивать алименты С детей Так это не его навар Вот Ну это где-то там будет А вот полмульта он сейчас будет отдавать Плюс там проценты за пользование чужими деньгами И так далее Поэтому если он пишет эти полмульта Все, подписывайте бумаги Передаете все права С вас слетают алименты И дальше, друзья Очень важный фактор У вас может возникнуть соблазн уже у самого Что А как ты докажешь, да? Я сейчас полмульта взыщу Ни в коем случае Вот блин Поймите такую вещь Нет, расписку при нем порвите То есть вот Этого делать нельзя Даже не потому, что там Какое-то мошенничество вам будут вменять Нет, не в этом дело Если вам судьба улыбнулась А это улыбка судьбы И вы в нее плюнете То она потом в вас так плюнет Что вы захлебнетесь Вы здесь выиграете полмульта Но потом отдадите пять мультов И шкуру свою Вот Не олень с вас ее снимет Жизнь с вас ее снимет Вот Поэтому если улыбка судьбы произошла Улыбнитесь ей в ответ Она вам может быть еще раз потом улыбнется А вот если вы Козью морду ей скорежите То нет Больше она вам точно не улыбнется Но я говорю, что она вам не просто не улыбнется Она может такую морду скорючить Что Вы пожалеете Вам эти полмульта не хватит на ликвидацию Там трех процентов Проблем Вот Поэтому Все по-честному Расписку потом рвете при нем Все Уничтожаете И опять же Не надо ничего вдогонку делать Что Порвал расписку Все по рукам По рукам Стукнули по рукам Ау лох Не надо Друзья Понимаете Вот когда ты сделал что-то хорошее Не знаю там Хороший снайперский выстрел Вот такую рыбу поймал Все Уходи с рыбалки Вот это вот Мало Хочу что-то еще Оно как правило потом Боком выходит Все Отлично Он доволен Пожали ему руку Все Отлично Настоящий ты мужик О Конфетка Вот Поэтому не надо ничего вдогонку Плевать Пердеть там Желать ему чего-то Говорить что он лошара там И так далее Все Иди с миром Чувак Вот Поэтому Тут еще у кого-то может возникнуть вопрос Что так Ну блин Ну я лишусь общения с детьми Друзья Вы его уже лишились По факту развода У вас его нет И соответственно Ваши бывшие Может вам блокировать Это общение У вас нету никаких Юридических инструментов Несмотря на Де юра Огромное количество Этих инструментов Де факту У вас нету никаких Юридических инструментов Чтобы нормально Общаться с вашими детьми Они уже не ваши Поймите это А здесь вам просто По деньгам улыбнулась удача Вот и все Ну вот друзья Такие соображения Может быть действительно Это где-то было Вот Но сейчас Многих из вас Это может коснуться Потому что Я сейчас Ну вот в Турции Нахожусь Я вижу то количество Людей Которые бежит От войны От мобилизации Оно огромное Оно огромное Я даже немножечко Цифры тут мне озвучили В этом В одном госоргане Сколько подается На ВНЖ Людей Судя по всему Судя по всему Лапша на уши Льется в России Судя по всему Эмиграция Минимум миллионов пять Это не только мужчины Это и мужчины Там с семьями Женщины Вот Ну кого они Обоз с собой тянут Это всего Но это никакие там Ни 300 Ни 700 тысяч По миру Я так примерно посчитал Миллионов пять это И поэтому Если у вас есть загранник Если вы в принципе Особенно военно обязанный Вот То ваша бывшая Может считать Что вы бегунок Потенциальный И при остальных равных Она лучше выберет оленя Такого Домоседа Раньше До недавних пор Как правило Такое могло поступить Предложение От очень ресурсного оленя Поэтому ему и предлагали Установить А сейчас еще один фактор Появился Это олень-домосед И этих может быть больше Ресурсных не так много А олени Которые там А мне тут хорошо Зачем мне загранпаспорт Геропа там проклятый Их больше намного Чем ресурсных Поэтому сейчас У многих Эта тема может выстреливать Ну вот друзья Такие соображения Такие соображения Такие соображения Такие соображения Такие соображения